Добрый вечер, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. Пожалуйста, просигнализируйте огонечком, видно ли презентацию, слышно ли, все ли хорошо со звуком. Спасибо большое за огонечки. Ну тогда приступим. Сегодня у нас вебинар будет немножко необычный, мы будем говорить об одном единственном сервисе для создания разного интерактивного контента. Я постараюсь подробно о нем рассказать и надеюсь, что информация, как всегда, будет вам полезной. Вот этот сервис, о котором мы сегодня будем говорить, называется он Интеракти. Это сервис для создания разного рода интерактивностей. С его помощью можно создавать плакаты, слайд-шоу, квесты, игры, викторины, ленты времени, флеш-карточки и, в общем, многое-многое другое. Всего сейчас на данный момент доступно 17 разных форматов. Я расскажу о 15 из них сегодня вам. И для начала, перед тем, как, собственно, с ним познакомиться, давайте посмотрим на его возможности. Сразу поговорим о плюсах и минусах. Первым плюсе я уже вам сказала. Очень много разных интерактивных форматов, не похожих один на другой. И работают они все на основе шаблонов. Таких сервисов достаточно много, работающих по шаблонам. Достаточно вспомнить Learning Apps, например, тот же сервис Удоба. Но вот Интеракти тоже из их числа. Здесь есть русификация, очень хорошая сервис, существует на русском языке, поэтому работать с ним довольно удобно. У него есть бесплатный тариф, он бессрочный, но с небольшими ограничениями. Ограничения у меня в разделе минусы. Ну и для тех, кто работает с социальными сетями, это прежде всего библиотекаря, этот сервис хорошо интегрируется и с сайтами, и с блогами, и с социальными сетями. У него есть возможности распространять их разными способами, поэтому в этом смысле он тоже очень хороший. Теперь, что касается недостатков. Бесплатный тариф, хотя он и бессрочный, но с небольшими, ну, кому-то большими, кому-то не очень ограничениями. Во-первых, как только вы создаете аккаунт, вы сталкиваетесь с тем, что в аккаунте на месяц сдается 100 просмотров. То есть это ваши зрители, это ваши читатели, кто будет смотреть ваш контент. Как только суммарно все ваши проекты, которые вы создаете, достигают отметки 100 просмотров, то аккаунт временно не работает для просмотра больше. То есть до следующего месяца он временно приостанавливается. Ну а далее начинается следующий месяц. Месяц считается с того момента, как вы создали первый проект. Вот не с первого числа, а именно с даты создания первого проекта. Как только начинается следующий месяц, аккаунт опять размораживается, и вы опять можете распространять свой контент и опять набирать до 100 просмотров. Поэтому в этом смысле этот сервис хорошо подходит для небольших аудиторий в плане бесплатности. То есть для класса, может быть, даже для нескольких классов вы можете создавать викторины интерактивные. У вас небольшая группа ВКонтакте тоже подойдет такой вариант. Бесплатно можно создать до 50 проектов. Это достаточно много. Их можно удалять. Общая сумма считаются только те, которые реально существуют, реально опубликованы и реально работают. Вы можете удалять. Они отменицуются обратно. Дальше. Дается 100 МБ для хранения загруженных файлов. Внутрь шаблонов мы можем загружать свои картинки, аудио. Но помним, что они не должны быть слишком тяжелыми. 100 МБ ограничения на все проекты, опять-таки. В личном кабинете, если вы зарегистрируетесь, вы увидите. Там идет обратный счет и можете контролировать ситуацию. Если вам нужно больше, то есть возможность приобрести бесплатно платный тариф. Но об этом я уже расскажу ближе к концу нашего вебинара. Небольшие бонусы есть для преподавателей, для людей, которые связаны с преподаванием. Об этом чуть попозже. Итак, несмотря на вот такой ряд ограничений, тем не менее сервис очень популярный. Здесь много интересных работ создано. Как всегда, я вам сейчас буду по ходу добавлять разные ссылки, чтобы вы посмотрели и убедились, что он действительно довольно хорош для работы. Но сначала давайте с интерфейсом немножко познакомимся. Ссылку на сервис я уже вам в чат отправила. Если вы по ней перейдете, то откроется вот примерно такое окошечко. Здесь сразу должна включиться русификация. И хотя во многих обучающих материалах пишут, что сервис российский, я считаю, что это не совсем правда. Часть серверов действительно находится на территории России. На самом деле штаб-квартира сервиса находится в Риге, в Латвии. Поэтому российским сервисом этот можно назвать только условно, скажем так. Итак, для того, чтобы зарегистрироваться, нажимаем вот на эту кнопочку, создаем аккаунт свой. Давайте смотреть, как здесь все обстоит. С регистрация достаточно простая. Мы можем зарегистрироваться с помощью адреса электронной почты стандартным способом, либо, если мы хотим побыстрее, то можно через Google. Если вы по ссылке перейдете, вы можете параллельно взять, зарегистрироваться. Это ни к чему не обязывает, зато можете изнутри понаблюдать за этим сервисом. Итак, регистрация здесь из нескольких ступеней состоит. На почту, если мы по почте регистрировались, придет письмо с подтверждением аккаунта. Ну, стандартная процедура. Мы подтверждаем его, попадаем обратно на страницу сервиса, авторизируемся, и вот уже можно работать. Если мы впервые здесь, то нам попросят представиться, рассказать немножко о своей сфере деятельности. Если мы планируем создавать много, часто, и хотим на какие-то бонусы рассчитывать, то я предлагаю выбрать вариант с образованием. Дальше вас попросят сказать, где именно вы работаете в образовании. Ну, среднюю школу, например, можно выбрать. Потому что это важная часть. Именно для некоммерческих целей, именно для преподавателя здесь есть такая небольшая лазейка. Скажите, где можно найти ссылку на сервис? В чате не видно. Ну, как не видно? Давайте еще раз вставлю. Вот она в чате. А так вы можете в поиске набрать просто сервис интерактив, вот наверху, тут в вебинарной комнате написана тема сегодняшнего вебинара. Просто вручную его набрать, и первая же ссылка на него и приведет. Вот. Ну, давайте дальше. После того, как мы зарегистрировались, приступаем к работе. Так выглядит уже личный кабинет авторизованному пользователю. Да даже если вы не зарегистрировались, просто опуститесь вниз, и вы увидите раздел, который называется интерактивы. Вот он. Здесь список шаблонов. Все, что умеет сервис на данный момент. И чтобы посмотреть полный список, нажимаем на «Посмотреть все». Откроются все шаблоны, и про каждый там немножко написано. Небольшая аннотация. В чем состоит работа? Выбираем шаблон, открываем его и редактируем. Все довольно несложно. Итак, ну давайте по порядку пойдем. Начнем мы с игровых форматов. Начнем мы с такой игры, как Memory. Я уже буду вам рассказывать о разных шаблонах, а вы уже параллельно смотрите ссылки и выбирайте, для чего вам может это сгодиться, как можно использовать. Вот парочка ссылок на игру Memory. Что это такое? Игра на запоминание. Перед нами набор пар карточек, которые можно переворачивать. Одновременно можно перевернуть две карточки. Они будут открыты. Смысл задания, я думаю, понять. Нужно найти парные карточки. Они могут быть одинаковыми. Но интереснее, если между карточками какая-то логическая связь. Это могут быть картинки, это могут быть тексты. Главное собрать такую пару. Дополнительно к игре можно подключить таймер, кто быстрее, или обратный отсчет. Как только он закончится, игра остановится. Играть можно командой. Если, например, у вас есть интерактивная доска, вы можете по очереди игроков менять. Либо и в одиночку тоже довольно интересно. Дополнительно внутри этой игры есть еще такая опция. Можно к этой паре прикреплять дополнительную информацию. То есть, если пара собрана верно, то всплывает какое-то окошечко с дополнительной справочной информацией, которая дополняет представление об этой паре. Какое-то пояснение дает такая опознавательная страничка небольшая. Здесь, как мы видим, внутри есть несколько шаблонов. Есть просто пустые, где можно начать с нуля. Есть уже готовые. Там уже есть и картинки, и оформление. Наша задача только стереть, что там есть, и загрузить свое. Сразу хочу сказать, здесь есть шаблоны со значком корона. Вот здесь, по-моему, в правом или в левом верхнем углу будет такой значок корона нарисован. Это платный шаблон. Если значков таких нет, это можно бесплатно использовать. Выбираем любой шаблон и начинаем колдовать. Итак, вот так выглядит этот шаблон. Здесь есть стартовое окошечко, куда мы будем вписывать название, кнопка, которая запустит игру. Мы можем выбрать размер нашей викторины игры. Мы можем цвет выбрать не белый, а какой-нибудь другой. И самое главное, нажимаем на кнопку «Редактировать». Вот так выглядит окошко для редактирования. Выбираем карточки. Это называется размеры поля. 4 на 3 – это значит, что у нас получается 12 карточек. Там есть 4 на 4 – это на 16 карточек. В общем, из выпадающего списка выбираем нужное количество. Загружаем картинку в раздел «Рубашка». Если ничего не загрузим, будет просто синенькая вот такая картинка, мы можем свое изображение добавить, либо взять картинку из библиотеки сервиса. Выбираем пропорции карточек. Квадратные, прямоугольные или такие вот вытянутые. Естественно, вписываем заголовок, стартовую кнопку, и дальше переходим в следующую вкладку. Нам во всех этих шаблонах работает так. Заполняем каждую вкладочку из тех, что написано наверху, а дальше нажимаем на кнопку «Сохранить». И этот принцип будет работать во всех шаблонах этого сервиса. Естественно, переходим в следующую вкладку «Пары». Создаем такие карточки парные. В качестве пар может выступать текст, картинка и аудио. Картинку я уже сказала, откуда можно загружать с компьютера. Можно загружать из библиотеки сервиса. Он дает небольшую библиотечку бесплатных картинок. Можно по поиску найти нужную нам. Ну и аудио тоже загружается с компьютера. Есть библиотека разных звуков. И можно записать онлайн какое-то аудиосообщение. Есть такая опция. Если мы хотим пояснение к этой паре, вот ту самую познавательную страничку, вот эта опция вверху. Показывать пояснение к найденным парам. Выглядит это вот так. То есть у нас сразу пара. Ну вот эта игра, самая первая ссылка, которую я отправила, где какой памятник установлен. Название городов Мурманской области и памятники, которые в них находятся. В разделе описания вписываю какую-то справочную информацию, которая может заинтересовать игрока. Ну и после того, как пары у нас завершились, переходим во вкладку результат. Это уже понятно, это уже обратная связь. Здесь мы придумываем заголовок, придумываем описание, поздравительную картинку загружаем. Можно киф-картинку, можно обычную статичную. Ну и вот теперь уже нажимаем на кнопку «Сохранить». После этого у нас игра готова. Ее можно смотреть в предварительном просмотре. Предварительный просмотр не считается в общий счетчик просмотров. Но если вы игру опубликовали и будете ее уже смотреть как зритель, не как предпросмотр, а как зритель, то вы пойдете в счетчик своих просмотров собственных. Вот такая маленькая тонкость. Предпросмотр находится наверху кнопка. Вот она. Рядом кнопочка «Опубликовать». После того, как мы делаем все настройки, мы можем уже публиковать работу и получать на нее ссылку и код. Что здесь еще есть хорошего? Можно пронумеровать все карточки. Опять-таки нам намекают на то, что можно цветовую схему поменять. Можно сделать другую игру. Можно сначала показывать карточки перед началом игры в течение нескольких секунд, потом их закрывать. Ну и действительно получается игра на запоминание. Дальше. Настроить время переворота карточек тоже можно. Вот эти вот значки фиолетовые означают, что эти опции платные, то есть недоступна приватность. Все, что вы опубликуете, будет сразу публично. То есть вы не можете закрытым образом публиковать. И рейтинг игроков тоже не получится подключить. Но зато есть возможность подключить таймер и сделать обратный отчет, если нужно. Вот, собственно, и все основные хитрости. Это вот на примере одного шаблона я вам довольно подробно рассказала, как это все работает. Остальные шаблоны очень на этот шаблон похожи, поэтому здесь дальше я уже пойду покороче рассказывать. После того, как мы нажали опубликовать, что происходит, происходит вот такая страничка появляется. Здесь можно скачать, ну как скачать, ссылку скопировать на нашу игру. Ссылка для социальных сетей подходит. Дальше. Если мы на сайт или в блог хотим встроить, или в свою LMS, то берем вот эту вот кнопочку, нажимаем на нее, там два кода. Есть стандартный скрипт, есть и фрейм, встраиваемый объект. Выбираем, какой нам больше нравится или какой больше нам подходит. Копируем, вставляем. Без проблем в блоге и в сайты вставляется. Дальше есть еще QR-код для быстрого доступа с помощью мобильных устройств. Тоже работает. Самое замечательное в этом сервисе, что он интегрирован для мобильных устройств. То есть не нужно специально что-то подгонять. Сервис автоматически подстраивает наши все активности и для телефонов, для смартфонов. Это тоже большой плюс. Давайте еще один посмотрим. Шаблон называется он Match игра. Это тоже игра с парами, но немножко по-другому она выглядит, но смысл такой же. Нужно по логике событий собрать пару из картинок, из текстов, из звуков. Ну вот из этого шаблона понятно, что здесь должно происходить. Вверху набор карточек, вот здесь их пары. И нужно просто мышкой нужные места добавить нужные карточки. Перетаскивать. Путем перетаскивания. Можно тоже подключить отчет обратный или таймер. Он будет считать количество ходов и затраченное на них время. Похоже, шаблон есть в Learning Apps, насколько я помню. Они даже внешне чем-то похожи. Ну давайте смотреть. Тоже все то же самое. Выбираем шаблон, выбираем готовый или пустой, вот как у меня в данном случае пустой. Дальше его просто заполняем. Здесь вкладки всего две. Сразу переходим к парам. Вот мы можем сделать большие карточки, можно сделать поменьше. Но большие лучше смотрятся. Дальше. Мы можем создать столько пар, сколько захотим. Вот здесь по умолшанию 6. Мы можем добавить новую пару, либо удалить тех, что уже есть. Далее. Переходим во вкладку «Результат». Там все точно так же. Заголовок, описание, картинка. Ну, обратная связь по-другому. После этого нажимаем «Сохранить». И сервис нам автоматически вот создает такую красоту. Ну, это вот первая ссылочка, которую я вам в чат отправила. Это устаревшие слова. То есть нам нужно совместить картинку и текст к этой картинке путем перетаскивания. Что здесь в этом сервисе, в этом шаблоне интересно? Ну, здесь опять-таки подключается таймер, обратный отсчет, значение, как рассчитывается, количество секунд. Это все уже автоматом установлено. Ну, мы можем там поэкспериментировать, включить таймер или включить обратный отсчет. Ну, и поменять цветовую схему. По умолчанию она будет белая, мы можем выбрать какой-то другой цвет. Сохраняем, публикуем, получаем ссылку. Создать такую игру достаточно быстро получается. Ну, минут за 20-30 уже все готово. Можно размещать где-нибудь в социальных сетях и делиться со своими учениками. И третий вид тоже с парами называется игра «Найди пару». Это игра на быстроту. То есть вы можете раздать ее ученикам. Они могут из этих же мобильных устройств поиграть в эту игру. А потом, кто быстрее, вам сообщит, за сколько секунд он нашел пару. Смысл игры. Игра идет до первой собранной пары. То есть вы переворачиваете картинки, смотрите, быстро собираете пару. Кто быстрее, тот и выиграл. Вот такая игра на скорость. Поэтому здесь обязательно нужно подключать таймер или хотя бы обратный отсчет. Она выглядит очень похоже на предыдущие шаблоны. Здесь тоже мы выбираем сколько карточек, рубашку карточек, пропорцию карточек, заставка. Если есть заставка, то название игры, кнопочка для того, чтобы запустить игру. Дальше опять-таки мы создаем пары. Можно показывать объяснение к парам, если мы захотим. Но поскольку здесь игра идет на быстроту, а не на логику, то, наверное, пояснения здесь и не очень особенно нужны. Но если мы захотим, мы можем их добавить. В качестве пояснения можем просто написать «Молодец, ты все сделал верно». Тоже хорошее пояснение. Далее в разделе «Результаты» поздравительные тексты, картинки. Все, что посчитаем нужным в качестве обратной связи. Сохраняем, публикуем. Это такая больше игра развлечения. Кто быстрее, на розыгрыш проразов, может быть, там, еще на что-нибудь. В общем, так, для разогрева, что называется. Это что касается вот этих вот парных всех вещей. Из дополнительных настроек здесь все то же самое. Мы можем подключить таймер, обратный отсчет и, собственно, все. Здесь еще есть такая хорошая кнопочка «Показать форму для сбора данных». Я про нее отдельно расскажу, но вы, наверное, когда будете работать сервисом, заметите, что у многих шаблонов есть такая опция. Это опция, если вы хотите получить информацию, кто поиграл в игру. Если вы это даете не на уроке, допустим, а в режиме онлайн, где-то дома играют учащиеся, то вы можете подключить еще форму сбора данных, чтобы участник, например, представился. И тогда в статистике вы увидите, кто действительно у вас в эту игру поиграл, а кто вас проигнорировал. Здесь все очень просто. Выставляем эту галочку, открывается форма, в которую мы вписываем нужные поля и сохраняем. И тогда участники в конце игры или в начале игры получат такое окошечко, где нужно будет вписать информацию о себе. Вот. Тоже такая полезная опция. Она есть не у всех шаблонов, но у некоторых присутствует, так что можно этим пользоваться. Ну, давайте еще поиграем с вами немножко. Поиграем мы в игру, которая называется «Найди предметы». Что это такое? Это картинка, на которой нужно найти скрытые объекты. Ну, как, они не скрытые, они нарисованы на этой картинке, нужно их просто найти. Вот ссылочки я вам отправила. Первая ссылка – это моя, про котиков. Это называется «Игра». Смысл игры на картинке загадан на 10 объектов, они там запрятаны, их нужно найти. Это игра на внимательность. Может быть, особой дидактической функции она и несет, но развивает внимательность, усидчивость, просто служит для развлечения игроков. Точно так же мы можем не одну картинку взять, а две загрузить одинаковых, казалось бы. «Найди отличия». Тоже знакомая нам игрушка. Очень часто в детстве играли в такие забавы. Ну, вот, давайте поиграем. Ссылки я вам отправила в чат. Первая моя, вторая – для сравнения. Еще одна подобная игра. Можете выбрать любую и поиграть в любую. Итак, работает все немножко по-другому. Шаблон похожий, но выглядит иначе. Итак, в центре – это, собственно, здесь будет картинка, которую мы загрузим. А все настройки будут осуществляться вот здесь, с правой стороны. Во-первых, нам нужна картинка. Мы загружаем через кнопочку «Изменить» свое изображение с компьютера. Далее мы определяемся, сколько меток нужно искать на этой картинке. По умолчанию их три, но мы можем нарисовать любое количество, сколько посчитаем нужным. Я 10 сделала. Дальше. Размер меток. 50 – это довольно крупные такие кружки. Они захватывают большую часть изображения. Если для вас крупновато, можно уменьшить или увеличить, если наоборот слишком мелко. Дальше. Иконки. По умолчанию все иконки – вот такие круглые метки. Если они вам не нравятся, можно загрузить свои картинки в качестве иконок. Ну и цвет этих самых меток. По умолчанию голубой. Можем перекрасить в любой другой. Это такие первоначальные настройки. Итак, следующий шаг. Вот я загрузила эту картинку с котиками. Опускаюсь ниже. Что еще в настройках у нас есть? Вот эти метки, которые я 10 штук, они вот появились. Я их расставила в нужных местах. Вот эти нужные места. А дальше теперь нужно просигнализировать, что метка найдена верно. Для этого я по каждой метке щелкаю. И вот здесь в окошечке впишу обратную связь. Молодец, ты правильно нашел. Дальше. Следующую щелкую пишу. Ты очень внимателен. Поздравляю, это правильно. Ну и вот каждую меточку нужно просигнализировать, что она будет найдена верно. Сохраняем это все. Ну и все, можно публиковаться. Собственно, основные опции здесь выполнены. Дополнительно, что можно сделать? Мы можем добавить какую-то кнопку, которая ведет на какую-то веб-страницу дополнительно, если захотим. Ну, я не знаю, как это можно использовать. Например, какой-нибудь веб-ресурс, который дополнительную информацию даст. Но так эта игра больше похожа на развлечение, поэтому я обошлась без дополнительной справочной информации. А так это можно сделать. Сохраняем, публикуем, точно так же получаем ссылку и код, как и в предыдущем. Из дополнительных настроек, что я еще не сказала. Ну, во-первых, я уже говорила, что можно менять цвет текста на кнопки. Если мы выбрали какую-то заставку, стартовую кнопочку для того, чтобы начать игру. Дальше. И мы можем еще финальное поздравительное слово написать. Финальное сообщение. Молодец, выполнено задание верно. Ну и картинку прикрепить, естественно. Сохраняем и публикуем это все. Вот такая игра. Ну и заканчивая тему игр, покажу вам еще одну игру, которая здесь называется квестом. Ну, это такой облегченный квест. Называется этот шаблон «Найди сокровище» или «Поиск сокровищ». Вот, пожалуйста. «Поиск сокровищ». Работает все примерно точно так же. У нас есть какие-то карточки. Вот оно такое поле игровое. Открываем карточки через кнопочку. Выполняем задание. В качестве задания вопрос. Нужно на него ответить и вписать в поле правильный ответ. Если ответ правильный, то вам открывается часть картинки. Ну, считается, что это карта сокровищ. Задача – открыть эту карту, ответив правильно на все вопросы. Вот такая история здесь. Игровое поле может состоять из, сейчас подскажу, из 9, из 6, из 4 вопросов. 4 – это самый легкий вариант, у меня самый сложный – 9. Первая ссылка – это моя работа про детей капитана Гранта. Итак, все те же вкладки, все те же нам хорошо знакомые вещи. Придумываем, сколько у нас будет вопросов. Они здесь называются квесты. Ну, 9 квестов будет. Дальше. Как располагаются кнопочки в центре или внизу? Или основные настройки? Далее идем. Самое интересное, собственно, заполнение квестов. Нам нужно название квеста, либо его номер. Ну, вопрос номер 1. Дальше. В разделе «Описание» здесь будет вопрос располагаться, что вы, собственно, хотите услышать от ваших игроков. Вернее, прочитать. Вопрос. А вот здесь, где написано секретный код для открытия ячейки, вы вписываете, собственно, ответ, который вы ждете от участника. Если у вас ответ в кавычках, например, или с большой буквы, то стоит это прописать. Хотя большие буквы и маленькие здесь принимаются абсолютно одинаково. Но если, например, не написать, что слово пишется в кавычках, то кавычки будут считаться за неверный ответ. Поэтому в описании прописывайте, что именно вы хотите, в каком формате нужен ответ. Можно загрузить картинку для заголовка. Картинка нужна длинненькая. Она будет отображаться вверху вопроса. И обложка. Обложка – это картинка, которая будет отображаться, пока вы не перевернули задание. Вот такая рубашка, по сути. Далее переходим к следующему квесту. Вот они здесь с левой стороны все перечислили. Щелкаем на квест номер 2. И точно так же вопрос, ответ, картинки и дальше. Дополнительно мы можем подключить сюда еще какие-то ссылки на другие веб-ресурсы. Например, если вы хотите, чтобы они нашли подсказку, и даете им ссылку на веб-ресурс, где есть эта подсказка. Сюда вписываем адрес сервиса сайта, вернее, вот сюда ссылку. А текст на кнопке – это, собственно, будет подсказка. Сюда писаем слово «подсказка». Нажимают участник, переходит, читает, находит правильный ответ, возвращается обратно и вписывает его вот сюда. Таким образом можно. Итак, от квеста к квесту мы переходим и непосредственно доходим до последней части. Это карта сокровищ. Вот она. Сюда мы обязательно загружаем картинку. Это действительно может быть карта, это может быть вообще любое какое-то изображение, которое вы посчитаете нужным. По сути, собираем такой пазл. Задача – его собрать и выяснить, что там нарисовано. Иногда в качестве пазла вы можете написать какое-нибудь слово, секретное, загадочное, там, не знаю, какое-то секретное, загадочное изображение, герб, символ, все что угодно. Загрузить туда. И задача игроков – найти это изображение, прочитать это кодовое слово. Поздравительная часть, заголовок, описание и, собственно, сама карта или там слово или все что, загадочное изображение. Сохраняем обязательно. Ну и дальше настройки, как всегда, пошли. В качестве настроек мы точно так же можем выбрать цвет оформления. Можно подключить обратную связь. Я уже показывала, что она настраивается здесь точно так же. То есть вы будете знать, кто у вас поучаствовал в квесте, кто ответил на задание. Вот. Публикуем, получаем ссылку и код. Если нам нужны более какие-то серьезные вещи, если мы хотим тесты, викторины, вот такой вариант, то для этого есть шаблон, который называется «Проверь себя». Это классическая викторина с выбором одного ответа из нескольких. Вот несколько ссылок на разные викторины, созданные в этом формате. А как вы видите, шаблоны здесь очень похожи на все наши предыдущие. В начальном экране мы пишем заголовок, даем описание нашей викторине, что именно это такое и чего мы хотим от участников. Придумываем текст на кнопке, который будет запускать игру, и какую-то картинку стартовую. Переходим во следующую вкладку «Вопросы». Вот так выглядят вопросы. Это моя викторина про фильм «Морозка». Вопросы добавляются через кнопку «Добавить». У меня ее на слайде нет, на самом деле она в самом низу будет под всеми вопросами. Вот, они здесь все списочком появятся. Дальше. У каждого вопроса будет несколько вариантов ответа. Мы вписываем нужный вариант, отмечаем галочкой, если он верный. Обязательно заполняем вот это поле. Поле описания – это расшифровка ответа. Ну, какая-то дополнительная справочная информация. Если захотите, то можно ее добавить. Если нет, поле можно оставить пустым. В качестве ответов могут быть картинки. Тогда мы переключаемся в раздел «Картинки» и будем загружать изображение, и точно так же напротив правильного ответа отмечать, что он верный. Дальше к вопросу тоже можно добавить картинку. Итак, мы переходим от одного вопроса к другому, и все это заполняем. Последний раздел «Результаты» – это уже немножко по-другому. Это уже не просто какая-то поздравительная картинка и надпись «Ты молодец, все сделал верно». Нет, здесь уже более дробные результаты в зависимости от того, сколько правильных ответов дал участник. По умолчанию их два, но можно добавить несколько. Я добавила, например, еще один, у меня получилось три. Сервис автоматически рассчитывает, сколько правильных ответов нужно дать на каждое, ну, чтобы получить этот результат. Допустим, минимальное количество 5 баллов, и тогда ты получаешь результат неплохо для начала, попробуй еще раз. Здесь можно как-то подробнее это все объяснить, например, сказать, почитай какую-то книжку, узнай побольше вот здесь и так и тому подобное. Дальше. Второй результат – это уже средний у нас получается, от 6 до 10 правильных ответов. И мы здесь пишем, например, «Хорошо, молодец, но ты можешь лучше», ну, что-то вроде этого. И тоже так же можем описать это все. К каждому результату можно добавлять какие-то картинки мотивирующие. Ну, и третий – это уровень эксперта, то есть максимальное количество набранных баллов. Картинки мы загружаем с компьютера со своего обычным способом, либо можем взять, здесь есть библиотека бесплатных картинок, там можем по поиску что-то поискать. Но не факт, что что-то мы найдем, особенность какие-то редкие запросы. Но стандартный там котик, море, гора – это без вопросов вы можете найти прямо внутри самого сервиса. А так картинки просто с компьютера грузим. Только помним про ограничения 100 МБ для загружаемых материалов, поэтому картинки выбираем полегче. Поддерживаются основные форматы, не поддерживается WebP, который новый формат. А так обычный PNG и JPEG поддерживаются без проблем. Даже GIF тоже загружается. Так, ну это по результатам. Мы все прописали, мы молодцы, можем сохранять, смотреть, что у нас получилось и делиться нашим тестом. Опять-таки, если мы хотим узнать, кто прошел этот тест до конца, то мы должны подключить в настройках обратную связь. Ну, с правой стороны найдем кнопочку «Подключить форму сбора данных», и тогда участникам еще предстоит представиться. Для чего это нужно? Это нужно, если вы хотите узнать, кто из игроков дошел до конца, кто начал тест, а кто его прошел до конца. Вот исключительно из этих соображений. Вот, пожалуйста, то, что я говорила. Показывать форму сбора данных. Ставим здесь галочку и прописываем, какую информацию вы хотите собрать. Фамилию, имя, например, чаще всего. Дальше. Мы можем показывать очки, ну, это понятно, да, баллы, все хотят узнать, сколько они получили, и считать вопросы. Это называется «Счетчик страниц». Эти две галочки стоят по умолчанию. Вот, остальное мы по желанию делаем. Что такое перенаправление со страниц и результатов? Это, например, если вы хотите отправить участников еще куда-нибудь, на другой сайт, в другую игру, например, то для этого вот такое существует перенаправление. Это будет кнопка, на которую они нажимают и переходит на заданную вами страничку с веб-ресурсом по ссылке, по сути. Вот такие настройки здесь. Дальше похожая игра, но это уже игра, в которой нет правильных и неправильных ответов. Эта игра называется «Узнай себя». Ну, это, по сути, тестирование. То есть мы узнаем про свои качества характера, узнаем, какой мы литературный персонаж. Вот, пожалуйста, пара ссылок на этот счет. Первая моя – это «Кто вы из персонажей Гарри Поттера?». Я, поскольку тест достаточно сложный в плане того, что очень сложно придумывать вопросы, вот эти вот, привязывать их к разным типам личности, все-таки мы не психологи, поэтому я взяла уже готовый шаблон. Там такой есть. «Кто вы из персонажей Гарри Поттера?» просто подставил туда свое содержимое. Получилась вот такая игра. Итак, ну, опять-таки, это больше, конечно, для развлечения, это не какая-нибудь дидактическая задача. Здесь все примерно по тому же шаблону идет, только немножко в другом порядке. Давайте смотреть. Начальный экран. Заголовок, описание игры, кнопка для того, чтобы начать. Вот сразу на предпросмотре мы видим, как это будет выглядеть. Далее идем. Далее у нас мы перескакиваем в вкладку «Вопросы», идем сразу в «Результаты». Почему это важно? Потому что, отвечая на какой-то вопрос, мы сразу привязываем себя к одному из нескольких результатов. В данном случае у меня шесть литературных героев. Там Гарри Поттер, Гермиона, еще кто-то. Вот они все шесть. И я каждый результат описываю. Ну, допустим, результат первый – это значит, что вы Гарри Поттер. Вот заголовок и описание этого типа, картинка. И точно так же второй, третий и так далее. Мы начинаем с конца, что называется. А вот потом уже, когда мы создали все результаты, мы возвращаемся назад во вкладку «Вопросы» и начинаем вопросы конструировать. Они здесь похожи. Точно так же текст вопроса, ответы. И картинка. Можно в качестве ответов использовать только картинки. Переключаемся в этот раздел и загружаем. Либо с компьютера, либо из сервиса. Далее. А дальше начинается самое интересное. Возле каждого ответа у нас будет вот такая кнопка «Привязать к результату». Нажимаем на нее и привязываем к одному из тех типов, которые мы заранее создали. Связь с результатами может быть средняя или сильная. Что значит средняя? Ну, это средняя, это значит, что если вы ответили, выбрали этот вариант ответа, то вы в большей степени подходите к этому типу. Ну, где-то больше, чем на 50%. Если выбрали сильную связь, то это значит, что вы на 100% к этому типу относитесь. Ну, на 80-100, скажем так. Выбираем. Ну, а сервис уже там все сам будет считать. Средняя связь или слабая. Наша задача – привязать каждый ответ к каждому результату. Обязательно к одному из. Обязательно проверяем, чтобы все ответы были привязаны, иначе викторина не получится. Ну, в общем, после этого сохраняем, наконец, это все и проверяем, как это работает обязательно. Точно так же получаем ссылку и код. Можно поменять гамму цветовую. Можно, по-моему, там тоже есть форма сбора информации, если необходимо. Ну, и ссылкой кодом делимся с участниками игры. Есть еще хороший шаблон, называется он флип-карточки. Ну, мы знаем этот формат, как флеш-карточки. Это одно и то же. Переворачивающиеся карточки. С одной стороны вопрос, с другой стороны ответ. С одной стороны какой-то факт, с другой стороны написано, правда это или ложь. С одной стороны картинка, например, а с другой стороны описание этого места. Такая виртуальная экскурсия. Вот, пожалуйста, еще пара ссылок таких карточек. Они будут смотреться, как длинная такая простынка. Они одна за другой будут вниз листаться. Каждую карточку можно переворачивать. Там внизу есть для этого кнопочка. Шаблончик очень простой. Вот так он выглядит. Переключение вот здесь. Передняя сторона, вот она сейчас включена. И задняя сторона. Переключаемся так. Вот прямо здесь в центре можно тут же писать текст. Мы можем выбрать пропорции карточек. 4 на 3. Там есть квадратные карточки, есть прямоугольные, вертикальные и так далее. Дальше. Здесь мы грузим картинки. Через кнопку загрузить. Картинка, она развернется прямо на весь экран. Если вы поверху будете писать текст, он прямо посредине этой картинки отобразится. И его сдвинуть не получится. Текст здесь, к сожалению, очень жестко центрован. Только по центру и ни шагу, ни в сторону, ни вверх, ни вниз. Вот поэтому имеем это в виду, чтобы прям красивую часть картинки он не закрыл. Вот. Дальше. Мы можем выбрать цвет карточки. Если без картинок у нас игрушка, то выбираем цвет. Лицевая и изнаночная сторона. Какой нравится. Это такие стартовые настроечки. Что еще здесь можно сделать? По умолчанию в шаблоне всего одна карточка. Мы можем как создавать новые, дублировать предыдущие. Вот эта вот кнопка со значком плюс дублирует карточку. И мы точно так же ее оформляем, как и предыдущую. И здесь же мы можем их менять местами, поднимать чуть выше, чуть ниже и удалять. Вот. Пожалуй, здесь и все. Здесь самые, наверное, простые настройки, самое простое объяснение. Создается очень все быстро. Вот. Ну, давайте к более сложным форматам перейдем. Их здесь два таких больших, я бы сказала, формата. Это интерактивные изображения, они же интерактивные плакаты, и ленты времени. Здесь придется уже немножко побольше контента использовать. Не просто какие-то вопросы, ответы, а уже какие-то тексты придется писать. Ну, давайте посмотрим. Вот пример моего плакатика. Это про богов Древней Греции. Что такое интерактивный плакат, я думаю, вы наверняка слышали. Это картинка, на которой нанесены какие-то интерактивные метки. Нажимаем на эти метки, открывается дополнительная справочная информация по теме. Вот таким образом можно упаковывать контент образовательный, рассказывать, например, одной картинке сразу обо всем. Как он работает, этот шаблон? Опять-таки, есть готовые варианты, есть уже какие-то созданные плакаты, ну, я обычно начинаю с нуля, так проще, просто потому, что здесь уже все поля есть, остается их только заполнить. Итак, заглавие придумываем, описание, цвет выбираем, размер, придумываем заголовок нашему проекту, под которым он будет храниться в личном кабинете. Это основное. Дальше щелкаем по тому месту, где у нас должна быть картинка, а именно вот здесь. И как в игре, помните, да, где мы искали метки на картинке, скрытые, здесь такие же, в общем-то, настроечки. Загружаем саму картинку через кнопку «Изменить». Придумываем, сколько будет меток, какой у них будет размер, как будет выглядеть эта метка. Можно загрузить свои картинки. Цветом какая она будет, красная, синяя или какая-то другая. Дальше, если мы планируем еще какую-то кнопку на какой-то веб-ресурс, которая будет ввести, то придумываем цвет текста на этой кнопке. В качестве интерактивной метки мы можем использовать тексты, картинки и ссылки на веб-ресурсы. Ссылки на веб-ресурсы будут отображаться в виде кнопок, на которые мы можем написать, например, «Подробнее». И участник, нажимая на кнопку, перейдет на веб-ресурсы и узнает какую-то еще дополнительную информацию. Ну, вот как это у меня здесь работало. Ну, например, вот у меня там боги какие-то древней Греции. Я выбрала бог Аид. Вот заголовок. Дальше здесь будет описание, чем занимался этот бог, чем он известен. Дальше я могу добавить сюда еще одну картинку для него. Здесь я могу дать ссылку на веб-ресурс, где можно почитать о нем еще подробнее. Ну и напишу, что на этой кнопке будет надпись «Подробнее». Первая метка готова. Дальше я щелкаю последующие метки и точно так же заполняю все вот эти основные поля. Кнопки и картинки здесь необязательны. Достаточно написать заголовок и описание. Но для красоты можно использовать все опции. Получается очень симпатично на выходе. И, собственно, на этом все. Хотя проект такой масштабный, но по сути здесь все достаточно просто устроено. Просто щелкаем по меткам и наполняем их содержимым. Сохраняем это все, публикуем, получаем ссылку и код. Лента времени – тоже такой информационный ресурс, который позволяет рассказывать о хронологии событий, иллюстрировать какую-то биографию писателей, может быть, рассказывать о каких-то исторических фактах. Вот пример ленты времени. Про исследование Арктики, про освоение Арктики. Уже в готовом шаблоне есть уже какой-то текст. Даже если это шаблон пустой, здесь уже нечто написано. Здесь уже есть поле для картинки, для даты, для заголовка. В общем, здесь все понятно. Внутрь текста мы можем вставлять еще гиперссылки дополнительные. Картинки грузим либо с компьютера, либо из библиотеки сервиса. В качестве вместо цифры 1 вписываем дату. Ну и вместо section header вписываем заголовок. Новое событие создается через копирование предыдущего. Вот кнопочка для этого. По срединке копировать. События мы можем менять местами. Они будут отображаться в том порядке, в котором мы захотим. Поэтому мы можем дать и прямую хронологию, и обратную хронологию. И вообще расставить события в любом порядке, как нам захочется. Для этого есть вот эта кнопочка волшебная. Ну и последняя – это кнопка для удаления события. Вот так. Как в интерактивном плакате метка за меткой мы все заполняли, так и здесь. Событие за событием заполняем. Дата, название, описание. Внутри какие-то ссылки могут быть. Ну и следующее событие. Дополнительно мы можем в качестве фона загрузить картинку для особой красоты на ленту времени. Правда, помним, что текст тогда будет отображаться не очень красиво, поэтому картинку выбираем либо потемнее, либо посветлее, чтобы текст читался. Вот. Мы можем выбрать просто какой-то цвет и залить. По умолчанию цвет белый, но мы можем выбрать любой другой. Каждую картинку, которую мы будем загружать внутрь сервиса, мы можем подписать. Вот здесь есть поле такой, подпись под изображением. Ну, об этом я уже сказала. Вот еще раз тут отдельным слайдом прописала. Кнопочки, которые меняют события местами, удаляют их и копируют. Про текст что можно сказать? Здесь хорошие настройки со шрифтом. Здесь их много. Разных шрифтов. Многие поддерживают кириллицу. Мы можем выбрать и размеры, и начертания, и фон текста, и его цвет. Отцентровать, добавить список, ссылку. В общем, здесь такой хороший набор инструментов для текстов. Теперь мы немножко отвлечемся от учебных материалов. Поговорим о больше развлекательных форматах. Ну, про игры мы уже говорили. Вот еще вариант такого развлекательного формата. Это для тех, кто ведет блоги, сайты, кто любит разную интересную интерактивную подачу информации. Вот, в частности, слайдер, который называется «До и после». Может быть, вы даже такие уже создавали. Ну, такой формат есть и в этом сервисе. Шаблон очень простой. От нас требуется название, описание этого слайдера, и дальше две картинки, с помощью которых можно отображать одно и то же событие «До и после». Допустим, детская фотография, взрослая фотография. Одно и то же место в городе, допустим, в XIX веке, в XX веке. Для этого две кнопочки, две картинки от нас потребуются. Левая и правая. Загружаем, сохраняем и публикуем. Мы можем выбрать дополнительно пропорции картинок, ну и, собственно, и все настройки. Готовую работу мы можем разместить и в социальных сетях по ссылке, и в блоге, и на сайте. Более такой интересный формат – слайд-шоу. Но это не то, как мы привыкли, да, картинки под музыку вращаются. Это немножко другое слайд-шоу. Это больше, я бы сказала, фотогалерея. Если у вас есть много каких-то фотографий интересных, вы хотите их прокомментировать и интересно оформить, то для этого можно создать фотогалерею, которая будет здесь называться слайд-шоу. Посмотрите, здесь много разных интересных шаблонов. Ну, например, вот здесь, например, в этом шаблоне картинки вверху, а мы листаем их по одной, достаем оттуда сверху. Либо в таком формате, либо с заголовком можно это сделать, либо вот в таком полноформатном варианте. Можно слайд-шоу прямо с текстом вставить. И там еще много-много разных интересностей. На самом деле, любой шаблон, какой бы вы ни открыли, от нас потребуются сами фотографии, заголовок, описание, ну и дальше редактирование, где мы будем грузить фотографии наши. Вот, например, шаблон с фотографией, и где можно добавить еще к ней текст. Ну, сама фотография, это, конечно, хорошо, но хорошо бы к ней еще какое-то дополнительное описание добавить, познавательную информацию. Здесь это можно, здесь большое текстовое поле есть. Ну, вот, например, я делала слайд-шоу про достопримечательности Терского берега Белого моря. Это такая жемчужина у нас на Кольском полуострове. Самое, наверное, туристическое место. Вот. Я, например, загружаю картинку, придумываю заголовок. Если нужно, я подпишу картинку и даю какой-то текст. В данном случае это описание одной достопримечательности. Довольно много текста помещается, и он довольно корректно отображается. Точно так же я могу перейти к следующей достопримечательности. Опять картинку, описание и тому подобное. Как добавляются? Через кнопочку «Копировать». Просто копируем новую и заполняем новое поле. И так мы можем неограниченное количество таких фотографий загрузить. И у нас получается довольно интересная виртуальная экскурсия, на самом деле, с текстовыми пояснениями и с таким интересным фотосодержимым. Опять-таки, мы их сохраняем, публикуем, можем в блоге, на сайте, где угодно поделиться. Ну, еще одна такая развлекаловка – пазл. Это из серии тоже ничего обучающего, просто приятное развлечение. Хотя пазл можно складывать, допустим, какую-нибудь кодовую фразу, разбить на сектора и собирать ее из кусочков. Опять-таки, заглавие, описание, оформление цвета, размер – это все стандартные настройки. Ну, а дальше, что касается пазла. Разной степени сложности пазла. Он может быть и 4х4, и 6х6. Но 6х6 – это очень сложный вариант, поэтому я средней трудности создала. Ссылку можете по ней перейти. Это сбор картинки. На картинке изображен священный камень. Называется он «Сейд». Вот нужно его собрать из кусочка. Придумываем заголовок, придумываем текст на кнопке, размеры поля. Их, кстати, можно поменять. Если шаблон вам показался слишком сложным, можно количество полей уменьшить. Допустим, написать 4х4, тогда кусочков будет 16. Можно и 2х2. Тогда вообще очень простой пазл из 4х кусочков будет. Сервис их может перемешать все эти кусочки, и тогда будет еще сложнее. Это все делается в разделе «Игровое поле». Ну, и раздел «Результат» – это вот знакомая нам история, обратная связь. Поздравляем, миссия выполнена, и какая-нибудь веселая картинка. Или не веселая. Сохраняем, публикуем. И все, можно играть. Что в настройках? К пазлу можем подключить таймер и обратный отчет. Это придаст игре динамичность. Опять-таки, есть форма сбора данных. Но вдруг вы захотите узнать, кто у вас поиграл в эту игру, то можете собирать информацию об этом. И можно дать ссылку на какой-нибудь веб-ресурс. Например, я захочу, чтобы все почитали, что такое сейт. И я вот могу такую ссылочку дать здесь. Она будет в виде кнопки. Как только пазл этот соберется, участник получает эту кнопку и может еще дополнительно узнать, что такое сейт, для чего он был нужен и тому подобную информацию. Еще одна веселая игрушка, веселая затея. Сначала думала рассказывать, не рассказывать, но потом думаю, а почему нет. Вдруг вы захотите поиграть со своими читателями, например, в группе у себя. Печенье с предсказаниями. Ну, может быть, знаете такую игру. Выбираем печеньюшку и узнаем, что нас ждет. В качестве предсказаний можно взять все, что угодно. Например, можно выбери книгу. Ну, здесь какие-то будут картинки с книгами, да. И нажимаем на какую-нибудь книгу и выбираем оттуда. И нам выдается цитата оттуда. Например, так. В такие игры тоже я видела. Играют в социальных сетях. Это, может быть, новогодняя история. Там есть внутри этого сервиса шаблоны с новогодними шариками. Опять-таки, что нас ждет под Новый год. Как такое можно, как адвент-календарь использовать, например. В общем, тут тоже можно придумать, как это все использовать. В библиотеке, может быть, даже в школе. Ну, уж такое нехитрое развлечение. Шаблон очень простой. Название, описание и редакция. Внутри шаблона уже эти печеньюшки все есть. Но мы можем их заменить. Если нам печеньюшки не нравятся, давайте загрузим сюда книжки. Например, или шарики воздушные. Дальше. В разделе «Заголовок и описание» пишем текст, который будет открываться, как только участник выберет эту картинку. Итак, от картинки к картинке мы все заполнили, все прописали. Дополнительно можем еще картинку загрузить, которая будет открываться, когда участник будет читать наше предсказание. И сохраняем это все. Количество печеньюшек можно уменьшать. Для этого есть кнопка «Удалить» или «Увеличивать». Для этого есть кнопка «Копировать». Ну и, наконец, в заключении мы подобрались, наверное, к самому масштабному шаблону. Называется он «Интерактивный рабочий лист». Это возможность в одной работе, в одном своем проекте собрать сразу несколько интерактивностей. Вообще до бесконечности. То есть внутри одного рабочего листа вы можете написать текст, вставить картинку, добавить видеоролик с YouTube и добавить любой контент из того, что здесь есть. Это список всех шаблонов, которые существуют внутри сервиса. За исключением вот этих двух последних, они в анонсе. То есть они пока недоступны, но аннотируются, что скоро они появятся. Все остальное можно вставить внутрь интерактивного рабочего листа. Как это делается? Шаблон пустой. То есть нам просто дается пустая страница, на которую мы будем добавлять свой контент. Вот эта вот надпись – это наш заголовок. Стираем его и пишем здесь название своего рабочего листа. Это может быть, если вы работаете со школьниками, это действительно может быть рабочий лист, какая-то задача. Если вы в библиотеке работаете, это может быть просто какой-то лонгрид. Длинная статья с разными интересными интерактивностями. С векториной, например, там какая-нибудь игра может быть. Ну, я не знаю, в конце концов можно печенье с предсказаниями тоже вставить. Почему нет? Как это работает? Ну, придумываем цвет, настройки с размерами. Это все устанавливается справа. А дальше вот с помощью вот этих четырех кнопок мы будем добавлять, собственно, весь контент. Добавить текст. Давайте посмотрим. Вот эта кнопочка. Ну, стандартные. Я перечисляла уже все эти настройки, что можно в текст вставить. Все блоки, а вот каждая наша новая интерактивность, это будет отдельный блок. Их можно менять местами через стрелочку, копировать и удалять. Допустим, у нас интерактивный лист начинается с какого-нибудь текста. Вот мы его сюда вписали. Дальше к этому тексту мы хотим добавить картинку. Нажимаем на следующий блок. Вот он, добавить изображение. Грузим с компьютера или из библиотеки сервиса. Если мы хотим ссылку на веб-ресурс, выбираем опцию «Добавить кнопку». Давайте покажу про кнопочку. Вот она, кнопка. Вместо слова «клик» мы вписываем свое слово, допустим, «Узнать подробнее» или что-то еще. Ссылку вставляем сюда. Дальше мы можем скруглить концы, включить у нее пульсацию, чтобы она пульсировала, эта кнопка, и придумать ей цвет. Все автоматически сохраняется, поэтому можем перейти к следующему блоку. А точнее вот к этой кнопке, которая называется «Все блоки». А эта кнопка открывает все предыдущие шаблоны, о которых я уже говорила сегодня. Ну, вот текст картинки мы научились добавлять, YouTube видео, она может добавить аудио, и дальше все наши интерактивные форматы, о которых я говорила. Ну, например, YouTube видео добавляется не по ссылке, а по коду. Ну, просто под YouTube роликом мы выбираем не копировать ссылку, а копировать код для встраивания. Сюда его вписываем, и оно очень хорошо у нас вставляется. Далее, если мы хотим аудио добавить, то мы можем грузить его с компьютера через эти кнопочки, искать в библиотеке сервиса, или можем записать свой собственный голос. Далее шаблоны пошли. Ну, вот все нам знакомые. Слайд-шоу, найди пару, флип-карточки, предсказания, там лайн, интерактивные картинки, поиск предметов и так далее. Я не рассказала только вот про эту вещь. Это называется форма сбора данных. Это больше для учителей, потому что, наверное, библиотекарям вряд ли это необходимо собирать информацию о том, кто почитал нашу статью. Но если нужно, то для этого есть специальный опросник. Вот, называется анкета. Можно отзыв, ну, там всего одно поле, это не так интересно. А вот анкета, это хороший вариант. Это нужно для того, чтобы вы знали, кто у вас поотвечал на ваши вопросы, кто читал ваш рабочий лист и кто с ним вообще работал. Для этого исключительно. Анкета здесь очень простая. Во-первых, мы отмечаем галочками, что мы хотим узнать. Имя и фамилию мы хотим, значит, ставим. Все остальные галки снимаем, нам это не нужно. Если мы хотим узнать, например, чтобы участник нам написал какое-то ключевое слово. Ну, например, там, ты познакомился с интерактивным рабочим листом, ответил на вопросы викторины, а теперь пиши сюда, там, допустим, ответ на последний вопрос. Ну, все, что угодно, да. Тогда мы выбираем тип поля «Текстовое», придумываем название, пишем, чего мы хотим от участника сюда, ну, и все, и сохраняем. Вот такая форма получается на выходе. Имя, фамилия. Здесь будет какой-то текстовый ответ. Вот, вместо кнопки «Сабмит» мы пишем русскую надпись «Отправить». Ну, и таким образом, когда мы будем проверять статистику, мы увидим, кто из участников поработал и кто нам реально ответил на вопросы. Форма обратной связи к вам придет в личный кабинет. Это что касается формы, ну, и такое спасибо, это мы пишем обратную связь. То есть участник ответил на наши вопросы, отправил информацию, он увидит окошечко, где написано «Спасибо, ваша информация отправлена» или что-то вроде этого. Ну, вот примерно так, да. «Спасибо», сюда мы вписываем что-то дополнительное. Сохраняем. И эта форма прикрепляется к нашему рабочему листу. Обычно ее крепят либо в начале, либо в конце. Ну, обычно в конце, наверное. Далее. Ну, а далее, вот как и эти все работают шаблоны. Допустим, мы хотим сюда вставить какую-то игру. Ну, поиск сокровищ, например. Мы нажимаем на эту кнопку, и у нас открывается этот шаблон с поиском сокровищ. То есть заранее ничего создавать не надо. Все создаем прямо здесь и сейчас. Нам откроется тут же внутри этот шаблон, и мы прямо внутри здесь будем работать. Если мы его уже создали, эту игру, ну, заранее создали, еще же ей пропадать, что ли, мы хотим ее сюда вставить. Для этого есть опция «Другие», «Вставка» и «Фрейм». То есть с помощью этой кнопочки мы можем добавить любой интерактивный контент. Либо из этого сервиса скопировать код и вставить, либо вообще из любого другого. Например, у нас есть хорошая игра по теме из Learning Apps. Берем код, вставляем, он встраивается. Или у нас есть презентация, сделанная в сервисе Удоба. А почему нет? Давайте ее сюда вставим. И карта из Google тоже по коду вставляется. Ну, в общем, практически любой контент по коду сюда очень хорошо встает. И вы получаете действительно реально очень красивую, такую интересную работу с разными видами контента. Не забываем только нажать в конце «Сохранить» и опубликовать. И тогда у вас будет и код, ссылка, и вы сможете этим всем поделиться. Более того, интерактивный рабочий лист может быть многостраничным. Для этого есть опция с левой стороны кнопочка «Добавить». Вообще одна страничка. Но если слишком много всего, и вы хотите несколько глав создать в вашей работе, то есть опция «Добавить новую страницу». У вас откроется новая чистая страница, и вы продолжите создавание своей длинной интерактивной истории. Что касается настройки. Сейчас слово для тех, кто работает с социальными сетями. Очень часто, когда мы эту ссылку будем вставлять в социальную сеть, она будет отображаться не очень красиво. Примерно вот так. Синяя просто какой-то, логотип сервиса, и все. Если мы хотим красивую картинку, а вот здесь красивую подпись под этой картинкой, то нам нужно зайти в настройки публикации. Вы их всегда найдете, они в редакторе находятся, вверху, кнопка так и называется «Настройки публикации». И выбираем опцию «Редактировать». В качестве редактора мы меняем картинку, обложку сюда загружаем, красивую, которую мы сами нарисовали, создали или взяли откуда-то, сюда грузим. Дальше здесь пишем красивый заголовок, красивую аннотацию, чтобы участники точно не прошли, обязательно нажали, обязательно поучаствовали. И сохраняем. Теперь у нас очень красиво все в социальных сетях будет выглядеть. А сейчас для тех, кто хочет статистику по просмотрам. Сразу скажу, что этот сервис, хотя и используется учителями, но на самом деле там не такая статистика, как, наверное, многим учителям хотелось бы. То есть мы можем отследить, сколько участников поработало, сколько начали работать с викториной, сколько закончили. Форма обратной связи нам поможет установить имена этих участников. Но вы не сможете, допустим, выставлять оценки. То есть не будет статистики по количеству правильных и неправильных ответов. Только если вы не попросите участников самих рассказать, сколько они правильных ответов дали. Ну, на уровне честности. Это скорее все-таки не для контроля знаний, а для того, чтобы посмотреть, как ученики работают, насколько активно они работают. Просто для самопроверки. Вот пример, допустим, моей статистики. То есть просмотры. Это те, кто открыли только, одним глазком глянули. Это те, кто дошли до конца, прочитали. Это, в общем, сколько пользователей хоть раз побывали на этой страничке и вообще в этом поучаствовали. Ну, а здесь количество секунд. Здесь даже график нарисован, кто когда зашел и кто когда посмотрел. Ну, вот, допустим, она у нас лежала, вернее, у меня лежала викторина, а тут я ссылкой взяла в социальной сети, поделилась и сразу, видите, количество просмотров пошло вверх. Вот такая общая статистика здесь существует. Тоже можно это использовать. И последнее. Я в самом начале вебинара говорила о том, что есть возможность получить бесплатно платный тариф. Если вы зайдете в блог, я даже вам ссылочку вот здесь подкинула на блог. У этого сервиса есть свой собственный блог. Правда, он на английском, но с помощью Google-переводчика не вопрос, можно перевести. Вот пример на экране. Здесь рассказывается о том, как можно получить подписку. Называется это акция подписка в обмен на действие. Работает она только для образовательных работников. То есть, если мы при регистрации указали, что у нас со сферой деятельности образование, я про это говорила, то вы можете рассчитывать, попробовать, вот поработать с этим. Если вам сервис понравился, вы хотите с ним работать долго, ну, хотя бы, может быть, на год, получить более расширенный доступ к его функциям, то можно попробовать. Здесь все расписано. Можно получить на месяц. Для этого нужно написать небольшой краткий отзыв. Если вы напишете пост в социальной сети, то вы сможете рассчитывать на бесплатный тариф, по-моему, на год. А, нет, тоже на месяц. Дальше. Если вы шаблон создадите и поделитесь им в сообществе интеракте, то, значит, получите опцию «Продвинутый на месяц». Здесь довольно большой список всего. Отправляйте по адресу, который там указан, и через день, а то и в течение одного дня к вам приходит ответ, и вам идет подключение одного из этих тарифов. Самое большое, если вы снимете видео, какой-нибудь видеоролик, скринкаст, может быть, как вы работаете с этим сервисом, как вы его используете. Обязательно в письме, если вы надумаете это создавать, обязательно в письме напишите, кто вы, где вы работаете, как вы используете сервис в работе именно с точки зрения образовательной. Может быть, вы обучаете библиотекарей, может быть, вы с учениками на уроках используете это. Ну, можете картинки какие-то добавить. Ну, естественно, ссылку прикрепить на этот видеоролик, который вы прислали. В общем, чем больше информации вы пришлете, тем на больший доступ вы сможете рассчитывать. Какая маленькая приятность от создателей сервиса. Поддержка здесь на русском языке. Очень доброжелательные молодые люди отвечают. Так что, если какие-то вопросы возникают, можно написать обязательно. И еще такая тонкость. Подключат тариф именно на ту электронную почту, с которой вы напишите это письмо. Если у вас несколько, допустим, аккаунтов в этом сервисе, то это важно. Это я вам рассказала в общих чертах. Если вы хотите, чтобы эти ссылки еще раз посмотреть, почитать поподробнее про каждый шаблон, то вот здесь у меня обучалки есть. Я не стала отдельно примеры выделять, потому что примеры прямо внутри статей. Они там встроены, и можно их там довольно удобно рассматривать. Поэтому вот ссылки сразу на статьи. Здесь по разным видам шаблонов все 15 интерактивностей. Довольно подробно со скриншотами я описала. Так что пользуйтесь, надеюсь, пригодится. Как всегда, мои контакты. Где меня можно найти? Блог, группа и канал Телеграм. По техническим причинам я отказалась сейчас от рассылки из блога «Роза ветров в север». Если кто-то подписывался на рассылку, то все, она больше не рабочая. И поэтому предлагаю, если вы хотите следить и ничего не пропускать, то ВКонтакте и канал Телеграм все еще остаются, и они все еще рабочие. Вот такая вот история с этим сервисом. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что информация будет вам полезной в работе, и вы будете его использовать и на практике, и в школе, и в библиотеке. Вопросов нет. Спасибо большое за комплименты. Приятно, что вы приходите на вебинары и слушаете мои рассказы. Следующий вебинар у нас через две недели состоится, 2 мая. Я буду рассказывать о создании туристических гидов, ну, проще говоря, интерактивной карты, и все, что с ними связано, как с их помощью можно создавать разные интересные туристические истории. Вот об этом поведем речь. Спасибо большое за внимание, и до новых встреч на следующем вебинаре. Продолжение следует...